Сегодня поговорим с вами про базовую историю, это лимфатическая система, вы на канале натуропатии и психологии. Здесь все про ментальное и физическое здоровье, про лимфу. Напоминаю, лимфа это ваша вторая кровь, соответственно, если где-то есть застой, если где-то пережатые лимфоузлы, если есть какая-то проблема с лимфой, то начинаются усталости, нежелание что-то делать, отеки, опухшие миндалины. У меня тоже такое было, прям большие миндалины, целлюлит, холодные руки, затуманенность в голове, зуд, сухость кожи, быстрая утомляемость, особенно по утрам. И, соответственно, питание для очищения лимфы, это история, которая работает комплексно. Первое, что нужно стараться, это избегать токсинов в окружающей среде. Их полно, их нельзя всех убрать, но, соответственно, это будет очень-очень серьезно влиять на ваше эмоциональное состояние. Другой момент, синтетические пищевые добавки нельзя принимать, трансжиры и вредные компоненты. Напоминаю, для очищения лимфы полезно исключать алкоголь, никотин и кофеин. Эти стимуляторы тоже приводят к перегрузке лимфы. Другой момент, ребята, это переработанные продукты, чипсы, сухарики, соленые орешки, дешевые приправы, соусы. Все это захламляет наши клетки. Куда полезнее делать акцент на свежие фрукты, овощи, цельнозерновую продукцию, нежирное мясо и рыбу. Соответственно, кушать больше свежих продуктов, это важно. Морковь, свекла, огурцы, лимоны, это история, которая повышает ваше качество жизни. Соответственно, если стоит задача усилить лимфоток, тогда можно работать с движением, употреблять много жидкости. Лимфа на 95% состоит из воды и при недостатке жидкости в организме она становится более густой, хуже, передвигается по сосудам. Фактически, это история, которая просто нагружает клетки. И, соответственно, это то, что блокирует вашу энергию. Самая полезная пища, это вообще разнообразная пища. Специи, куркума, имбирь, корица, черный перец, шпинат, брокколи, капуста, хлорофилл. Очень полезен для того, чтобы у вас лимфа полноценно функционировала. Дальше мы говорим про чеснок, морские водоросли, корень солодки. Но корень солодки не всем нужно смотреть по давлению, потому что это индивидуально. И другой момент, это физическая активность или хотя бы баня. Бани и массажи для очищения лимфы это базовая история. Когда мышцы сокращаются во время физической активности, они надавливают на лимфатические сосуды и тем самым проталкивают жидкость каналом. То есть, например, во время физических упражнений, плавания, бег, прыжки, любой вид спорта, это очищает лимфу и дает возможность выйти токсическим компонентом. То есть, все, что накопили в течение дня из продуктов, вы можете вывести через физические упражнения и через хороший лимфоток. Если не допивать суточную жидкость, то лимфа будет застаиваться и кровь такая будет вяла. Там очень серьезная связь. Из-за этого человек чувствует усталость и чувствует негативные такие состояния. Соответственно, лимфа влияет на эмоциональное состояние. Если мы говорим с вами про лимфу, то здесь важно просто делать максимально все, что вы можете. Детокс-средства, баня, сауна, все, что я назвала. Лимфа – это ваша вторая кровь. И напоминаю, если вы ее загружаете, то очень важно разгружаться. Пойду-ка я схожу на плавание. Надеюсь, вы тоже.